Добрый день. За прошедшие 18 дней я открутил 5000 сборок на различных пирамидках. По 1000 на каждой из представленных 5 моделях. Здесь есть 3 бюджетных и 2 топовых пирамидки. Идея такого марафона пришла случайно. Я просто воспользовался случаем, что у меня скопилось несколько пирамидок, которые нужно потестировать. Первой в очередь была пирамидка Meelong. Магнитная версия, естественно. Мы уже рассмотрели все кубические головоломки из этой магнитной серии и пришло время пирамидки. Это не магнитная версия, так запакована магнитная. Видим буковку M, изображение пирамидки. Ну, коробочка похожа на упаковку от кубических головоломок, но она имеет другую форму, поскольку это все-таки пирамидка и форм-фактор другой. И по комплектации в коробочке есть только пирамидка, карточки и микроскопическая инструкция. Такая вот, все на китайском, бесполезная. Ну, карточки стандартные, тоже, наверное, малополезные. Обычно была еще отвертка и подставка. Ну, для пирамидки подставка бесполезна, а отвертка могла бы, конечно, и пригодиться. Пирамидка у меня в цветном пластике, а не магнитная версия в черном. Если кто-то смотрел мое видео про не магнитную пирамидку от Meilong, то я очень сильно ее раскритиковал, и мнение мое до сих пор не поменялось. Это очень неудачная бюджетная пирамидка. В ней нет ни магнитов, ни подшипников, а какая-то смешная система фиксации, которая ничего не фиксирует, по крайней мере, в настройке из коробки. Мне пирамидка совершенно не понравилась. Заказывал я тоже в цветном пластике, но даже не стал просить продавца, чтобы он мне поменял, потому что не нашел в ней ничего хорошего и сразу ее отложил. Кубические головоломки из магнитной серии Meilong были весьма интересны, поэтому заказал пирамидку, надеясь, что что-то поменяется. И да, действительно, что-то поменялось. Добавились магниты. Понятно, что цветной черный пластик по оттенкам сравнивать бессмысленно, но вроде бы детали той же формы. Но, что важно, магниты здесь только фиксируют вот такие движения, не уголки. Но в уголках осталась та же дурацкая система фиксации, как и на немагнитной версии. Возможно, она здесь работает получше, но вряд ли. Смысл в чем? Из коробки эта пирамидка очень тугая и собирать ей не комфортно совершенно. Да, чуть лучше, чем на немагнитной версии, но все же так себе. Я первые сотни сборок промучился, кое-как пособирал и потом стал постепенно ослаблять регулировочные винты, которые скрываются под этими уголками. И ослабил достаточно значительно, после чего на пирамидке стало комфортно собирать. Я даже на этой пирамидке обновил свое среднее время иста в этой дисциплине. Но это не говорит о том, что эта пирамидка хорошая. Говорит о том, что у меня очень плохое время было в этой дисциплине. То есть я много месяцев, может быть даже больше года, не тренировал эту дисциплину. Наверное, точно больше года. И последняя сотка, которую я делал до того, как взял Милонг, была чуть меньше 10 секунд. А на соревнованиях у меня, по-моему, даже меньше 10 секунд АВГ и не было. На этой пирамидке мне удалось делать сотку 9 с небольшим. Это было неплохо. Это было радостно. Но что в этой пирамидке плохо? Из-за того, что уголки вот эти не на магнитах, а на каких-то тут фиксаторах, которые не подшипники, а просто из конфигурации пластика, как там фиксируется, непонятно как. Получается, что уголки очень жесткие. И иногда в сборке случается такое, что пытаешься повернуть уголок, а вращается не только уголок, но и вся вот грань. Такое бывает. И если скрамбл с большим количеством уголков, то вот эти тугие элементы поворачивать в конце сборки, либо в процессе, очень неудобно. Давайте разок соберем. Да, мне удалось прокачать эту дисциплину немножко. До сих пор иногда ошибаюсь. Но советовать эту пирамидку я бы все-таки, наверное, не стал. Да, после расслабления значительного собирать на ней можно и комфортно. Да, если вы новичок, она, возможно, вам даже понравится, если вы крутили до этого не магнитный меланг. Или какую-то палаточную пирамидку совсем плохую. Но за те же деньги в настоящее время и есть пирамидки и получше. В базовой настройке ей собирать практически невозможно с комфортом. Вот если расслабить, то да, что-то еще можно. И она собирается. Вот сейчас после всех остальных пирамидок я вращаю. Да, вроде что-то можно. Но если сравнить с той же пирамидкой МАС или Юлонг, то она однозначно хуже. Про немагнитную даже говорить больше не будем. А магнитная это, наверное, самая слабая из предложенных бюджетных пирамидок. Мы рассматриваем Милонг, Юлонг 2М и МАС от ЧИИ. Самая слабенькая. Если она вам где-то попалась случайно, то можно ее настроить и собирать. Но если вы планируете приобретать, то это далеко не лучший выбор. В той же ценовой категории лучше выбрать либо МС, либо Юлонг. В зависимости от вашего стиля вращения. Даже несмотря на то, что внутри у нас есть неокрашенный пластик, это не спасает пирамидку. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.